Всем привет, друзья! Я недавно совсем показывала вам видео об отелях, в которых я останавливаюсь, бюджетных отелях в разных странах, в разных городах. И, конечно же, они были такие совсем-совсем простенькие отели. И я вам тогда пообещала показать один отель, грандиозный, четырёх- или пятизвёздочный. Вот даже уже сейчас не помню. По-моему, пятизвёздочный. Это в Паттайе отель, шикарнейший отель. И с этим отелем случилась такая у нас очень интересная история, также, которая, наверное, заслуживает внимания, и вам будет интересно её послушать, как это всё у нас произошло. Вот я показываю вам вход. Написано «Suntory Hotel», значит, отель-светилище. Вот он такой огромный, посмотрите. И вот такой вот он внутри. Так вот, расскажу вам, какая история произошла у нас с этим отелем. Он находится в Паттайе, недалеко от пляжа. И вот на какой-то улице, где-то в маленьком переулочке, вы знаете, мы гуляли постоянно. Сначала я одна гуляла, иногда гуляла с Татьяной вот из Украины, с Днепра, с которой мы вместе там проводили время в Паттайе. Так вот, гуляла я как-то вечером, шла после массажа своего, который я делала каждый день. Я уже нашла своего мастера. Вот зовут Нина, вот эту вот тайку, которая мне постоянно потом делала массаж ног. И это просто шедеврально. И всё это стоит 200 бат, совсем недорого. Ну, о массаже я потом расскажу. Я возвращаюсь к тому отелю, о котором я хотела вам рассказать. Всё это находится здесь, в Паттайе, недалеко от русского квартала, кто знает. Значит, этот город, он небольшой. Вот между 4, 5 и 6 сойками мы там постоянно вечером гуляли. И вот я однажды после массажа, такая расслабленная, иду это по улице, и вдруг вижу этот отель Century. Я захожу, вот сделаю съёмку, я просто поражаюсь всей этой красоте. и думаю, надо же, какой отличный отель. Что же это я его раньше тут никогда не видела. Я поднялась, вот видите, на самый-самый верх. Мне сказали, что там на восьмом этаже, на девятом вернее даже, находится открытая площадка с бассейном. Посмотрите, как всё здорово. Я, знаете, походила здесь вокруг, посмотрела со всех сторон, людей не очень много. Я подошла там к бармену, здесь бар небольшой. Говорю, вот можно, если я приду здесь сюда с подругой или с другом, можно ли будет здесь посидеть? Он сказал, конечно, конечно, мы всегда рады, никаких проблем. Ну, и я думаю, надо обязательно показать Татьяне. Такое классное место, возможно. Вместе посидим, здесь покайфуем вечерочком, уже супер, да? Ну, и знаете, как-то сразу не пришлось, честно сказать. Другие какие-то дела, заботы увлекли. В этот отель я сразу не пошла вечером в следующем, и ещё в следующем не пошла. И, в общем, наверное, прошло дней пять или даже неделя. Мы опять гуляем с Татьяной по Протамнаку, и вдруг я вспоминаю, что я же помню и знаю вот такой замечательный отель, и можно бы подняться на крышу вдвоём там посидеть, выпить какой-то классный коктейль. И Татьяне показать этот отель, я ей говорю, здесь где-то неподалёку есть замечательный отель. Давай-ка мы туда с тобой сходим. Мы пошли. И что вы думаете? Мы ходим по этим же самым местам, заходим во все проулочки, ходим-бродим. Я не могу поверить своим глазам. Ничего подобного, как этот высоченный отель, ярко освещенный вечерами, ничего подобного мы уже не находим. Я просто, вы знаете, опешила. Я опять объясняю Татьяне, что вот где-то здесь должен быть. Ну, шикарный же отель. И мы опять ходим, и мы опять ищем. И никак мы не можем найти этот отель. Я обескуражена, что происходит. Начинаю рассказывать. Татьяна не верит. Я начинаю вспоминать, что там было на крыше, какие там здания вокруг стояли. Вот, понимаете, вы просто не поверите. Я не могу сориентироваться. Вроде мы ходим по одним и тем же местам. Но потом я вдруг вспоминаю, что бывают такие вещи, знаете, что какой-то типа хрономираж или вот что, вот типа миражей каких-то. И я помню даже, мне много раз рассказывали, что приходили в парикмахерскую, их там стригли, а потом они возвращались туда снова, и этой парикмахерской абсолютно нет на том месте. Это что происходит? И я начинаю вспоминать название этого отеля. Я помню, что какое-то такое тоже название странное, знаете, мистика, что-то такое мне почему-то вдруг вспоминается, что в названии мистика. Кстати, вы вот не помните, я же сказала с самого начала этого ролика, как называется этот отель. А помните ли вы? Интересно то, что я не смогла вспомнить название отеля. Я прекрасно помню визуально, как он выглядит, и вроде все. А название отеля не могу вспомнить, чтобы в карту, ну, знаете, в Google Map заложить и, может быть, тогда найти. В общем, история какая-то зря да вон. Но этим не закончилось. Я же успокоиться не могу. Ну, как же так? Я помню, я знаю, что этот отель, он на самом деле существует, красивый, замечательный. На следующий день я вечером повела опять Татьяну. Днем, знаете, жарко бродить ходить. Думаю, нет, надо вечером. В общем, мы с ней вот так вот на протяжении, наверное, трех вечеров ходили. Уже Татьяна не рада, говорит, что-то такое тут не то. Чего ты выдумываешь? Наверное, тебе этот отель примерещился. Я говорю, ну, похоже, что примерещился на самом деле. Хотя я знаю, что такие случаи бывают. Вот. И в конце концов, в общем, как получилось, мы зашли случайно уже совсем в другой паб, в другой бар, господи, говорю по-английски. И встречаем там англичанина, пожилой такой, очень приятный мужичок. Значит, и он там с друзьями сидит, тоже с англичанами. Здесь их много, кстати, отдыхает англичан. Да и вообще европейцев много в Паттайе. Вот. Ну и вот так и так я ему говорю, ищем мы очень красивый пятизвездочный отель. Не помню, как называется. Вот девятиэтажный, красивый. Вот наверху там, в общем, бассейн большой. Объясняю, вот где-то тут. Он говорит, так я знаю, конечно, это отель Century, Century, святилище. Ах, да, точно. И я сразу вспомнила. Он говорит, так тут недалеко, я могу вас проводить. Мы говорим, пожалуйста, проводи нас. Мы уже обходили вдоль и поперёк всю эту территорию. Отель нам не открывается. И вот, когда уже он нас повёл, друзья, мы действительно снова нашли спокойно, прекрасно этот отель как стоял себе, так и стоит. Скажите мне теперь, пожалуйста, как такое возможно вообще? И вот, когда мы второй раз уже опять ходим по этому прекрасному вестибюлю, по великолепию всему этому, и я объясняю, рассказываю Татьяне, и я сама уже, вы знаете, не верю, что мы можем его без посторонней помощи снова найти этот отель. Поэтому я говорю, давай-ка мы с тобой поднимемся наверх, всё уже тебе покажу. вот видите, даже показала вам, попали мы с Татьяной в зеркале там на видео немножко, ну, видите, там совсем-совсем чуть-чуть. И вот мне интересно, друзья, а бывали ли такие случаи с вами в жизни? Скорее всего, что с вами что-нибудь тоже такое мистическое происходило. Мы после этого, конечно же, этот отель находили в лёгкую, и когда выходили уже вот из этого отеля, я говорю Татьяне, Татьяна, смотри внимательно вокруг, что и как, давай дорогу запоминать, камешки накидаем, может быть, как в той сказке, помните, про мальчика с пальчика, вот, ну, посмеялись, но, в общем-то, стали спокойно, нормально потом этот отель находить. Но мы его не назвали дальше, как он называется, святилище, а мы стали его называть мистери-отель. Мистический он для нас остался. А вот ещё показываю вам отель Пандора, огромный, по-моему, что-то больше 30 этажей в высоту. он долго очень строился, попал под вот этот вот ковидный карантин, стоял очень долго, пустой, одинокий. И вот сейчас, видите, я вам показываю, темно, не видно, а он вообще не горит, вот такой вот огромный. И там только охрана внизу, внизу что-то видно, какая-то жизнь, но всё равно всё закрыто. Да, вот так вот очень сильно была нарушена жизнь не только в Европе, но даже докатилась и до Азии тоже. Говорят, что в Таиланде практически не было таких огромных потерь ковидных и заболеваний, много не было, но тем не менее пострадал Таиланд и Паттайя именно из-за ковида. пострадал в том смысле, что перестали приезжать туристы и было запустение просто страшное. Тоже вам об этом рассказывала. Если кто желает побольше посмотреть моих видео о Паттайе и о Таиланде, то, пожалуйста, откройте плейлист, он так и называется Таиланд Азия, и там всё это найдёте в большом количестве. Ну, а также я с вами немножко прогулялась в центре Паттайи, по Волкин Стрит даже опять прогулялись мы с вами, пока я вам рассказывала эту историю об отеле. И ещё хочу показать вам один маленький сюжетец, как здесь тайцы иногда немного лукавят со своими массажными салонами. Давайте посмотрим, друзья. Обратите внимание, какой популярный здесь салон. всё занято. Но хочу сказать, что я здесь делала дважды массаж и массаж ног, и массаж тайский. И не тот, не тот мне не сделали как положено. Ну, цены как везде. А ещё обратите внимание, обычно люди, конечно же, обращают внимание, сколько здесь снято обуви. Это значит, что там столько людей, столько клиентов у них. И по количеству обуви возле массажного салона можно судить, насколько он популярен. Вот давайте я вам ещё один покажу. Посмотрите, сколько здесь обуви. Огромное количество. Так вот, вы знаете, как ни странно, тайцы иногда лукавят, и они просто выставляют и свои какие-то шлёпки, и шлёпки, которые, может быть, уже никто их не использует. В общем, вот такие вот, знаете, никому не нужные шлёпки выставляют специально, чтобы создать видимость огромного количества людей у массажного салона. вот такое сегодня у меня видео для вас, друзья, просто для настроения. И в конце, вот, посмотрите, как здесь вечером, это тоже в Таиланде, фокусники на улице радуют своими смешными вот такими вот фокусами праха уже их. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго, берегите себя, всем пока-пока.